Здравствуйте! Меня зовут Андрей Дриер. Это программа «Коммунальный патруль». Смотрите в этом выпуске. Без ремонта, без туалета, без горячей воды, без крыши над головой. Как живут и выживают в доме номер 3 на улице Витебской? Предыдущий выпуск программы мы посвятили дому, который назвали, возможно, худшим в истории «Коммунального патруля». Но сегодняшний герой, возможно, победил всех. Поэтому мы посвящаем ему целый выпуск. Посмотрите сами, как там жители выживают без горячей воды, канализации и в постоянном страхе, что крыша упадет. Ночью спала она и орет. Мы вышли, думали, дом свалился. Приходим, она в истерике, кричит, потолок-то все свалилось. Хорошо, что на нее не свалилось. Убили бы. Позволите, сколько мусорная комната. Это квартира дома на Витебской 3. И с таким в жилом доме мы сталкиваемся впервые. Квартира на втором этаже брошена, жильцы уехали. А в остальном доме люди в постоянной опасности. Например, Екатерина Георгиевна живет здесь 31 год. Хотя когда-то думала, что заехала временно, а скоро от завода ей дадут хорошее жилье. Пошла к директору, чтобы, он говорит, пораньше бы пришла, дали бы благоустроенную. Но уже распределили. И это было последнее распределение перед перестройкой квартир. Директор сказал временно. Ну, год-два вот мы дом достроим. Там напротив дворца Шинников был наш дом, который вот теперь продали его потом. Когда перестройка, он стоял, стоял замороженным, его продали и все. А мы тут вот остались, можно сказать, навсегда. Это уже 31 год, вот тут это временно. Екатерина Георгиевна въехала в квартиру, в которой не было ни горячей воды, ни туалета. Со временем поставила себе и унитаз, и душевую кабинку. Мы замучились ездить по баням, по знакомым, мыться нигде. То есть не было вообще канализации? Вообще не было канализации. Ведро под раковину, вот эта раковина была, той не было, мы сами сделали. Вот эта одна раковина, ведро под ней и все. И на улицу носили. Ну, тогда еще вывозили. А вот когда, ну, мы поставили, еще вывозили тогда и откачивали из туалета, мы уже себе канализацию сделали. Канализация в доме была, но забивалась. Управляющая компания решила эту проблему просто – отрезала все трубы. Давно это было, но жители до сих пор выносят отходы на улицу. В таких случаях, принято говорить, телевидение запахов не передает. А вот этот туалет управляющая компания уже даже не обслуживает. Не стали откачивать его туалет, не стали увозить эти отходы жидкие бытовые вот это. И с отходами ствердыми начались проблемы. Двор убирать не стали. Бурьяном заросло все. Вот сами весной убираем, субботники делаем. Все этот бурьян лично я литовкой выкашивала его. Ну, раз-два за лето, да. Ну, я умею это делать. Выросла в деревне. Поэтому я умею это делать. Ну, литовку не так просто найти сейчас. А теперь и руками приходится рвать литовку. Просить не у кого. Соседи подобных домов, что жили неподалеку, разъехались. Их дома расселили и снесли. Дом на Витебской-3 стоит, территорию вокруг него надо убирать. Начальник уже как-то сказал, а он говорит, ну, устраивайтесь дворником по совместительству якобы. Я говорю, и что вы мне обещаете? Ну, я говорю, я вообще-то работаю, ну, вот так вот можно было бы. Он говорит, тысячу за месяц. Тысячу в месяц? Да, тысячу в месяц. Вот вокруг дома все убирать в порядке, содержать это все. Я говорю, спасибо, не надо. Компания, которая предлагает такие выгодные вакансии, свои обязанности выполнять отказывается. У нас сейчас она называется Старый Барнауб. Но они каждые три года меняют свое имя, поэтому они были и сервисы ЖКХ, и свой дом, и свой двор, и всякое, как только они не назывались. Недавно вступил в силу закон об изменении наименования управляющих компаний с тождественными названиями. Вот только УК Старый Барнаул меняло название не единожды. И это, как говорят специалисты, плохой знак. Надо отметить, что сама управляющая компания на сегодняшний день не очень котируется на рынке в плане надлежащего исполнения обязанностей своей как управляющей компании в отношении собственников. Поэтому управляющая компания, пытаясь опять-таки сбить с толку собственников при выборе управляющей компании, меняет свое наименование. Таким образом, чтобы у людей не создавалось впечатление, что это управляющая компания, которая была с отрицательными качествами обслуживания на рынке. В доме ни разу, они вот за 30 с лишним лет, сколько я живу, ни разу никакого ремонта, даже минимального самого подмазать, где-то что-то подштукатурить никто не делал. Потом девчата молодые скинулись там немножко денег, заштукатурили эти вот, что где штукатурка повалилась, краски сто лет нет. Вероятно, надолго такого ремонта не хватило, жители покажут вам, как по частям осыпается стена. Местами сюрпризы готовит потолок, а вот здесь, на лестничной площадке второго этажа, когда-то обрушилась крыша. И так во всем доме. Эта стена стоит на полу, на полу, и она давит же на нее, а там наверху люди живут. И вот она проседает и проседает постоянно. То есть, получается, дом проседает вместе с полом? Да, дом, да, вместе с полом все проседает. Перекрытие внутри дома деревянное, и как раз в этом источник многих проблем. Много лет их никто же не менял, ничего. А уже несколько раз протекало сверху, с крыши, к соседке, и к нам даже сюда протекало до первого этажа. Крыши-то не было, у нас 9 лет мы без крыши жили. В 2000 году крыша под тяжестью снега рухнула. Рухнул потолок в нескольких квартирах, как в той первой, с которой мы начали этот сюжет. Сотрудники МЧС, заметьте, не управляющей компанией, а МЧС, спилили деревья, чтобы избавить дом от опасности. И потом поставили эти балки, вот эти перекрытия, и на первое время как бы накинули рубероидом. И вот под этим рубероидом у нас дом стоял 9 лет. Ну это я уже здесь жила с 2000 года. 9 лет он превратился в ленточки, взорвался, что снег пойдет, его льдом рвет, морозами, ветер рвет. И все это в квартиры бежало. И стали потолки падать теперь от того, что они сгнили. Только после этого дом официально признали аварийным. Не сразу, конечно. Сначала жители заказывали свою экспертизу, которая признавала здание непригодным и опасным для жилья. Эксперты от чиновников приехали только тогда, когда даже экспертизу-то проводить было небезопасно. Эксперты там по потолку ходили, мы их предупредили, вы сильно не ходите по квартирам, вот в смысле по этим, по балкам хотя бы ходите, потому что вы провалитесь к нам в квартиру. Вот у Ольги Герасимовой там ходил слесарь эти хомуты осенью ставить, потому что трубы отопления у нас наверху под потолком, там на потолке. И он провалился к ней в квартиру, прям упал и ребра сломал. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Обращайтесь к нам в программу Коммунальный патруль, мы приедем, снимем и попробуем вам помочь. А пока, до встречи в следующий вторник. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова